Ну что, топ-дисплей? Я постоянно смотрю ваши выпуски. Серьезно, привет, что слышите. Мы встретились в Москве. Ну, для вас вообще Мефест не самая, да, типичная тема? Вы на сколько процентов себя эмо ощущаете? Насколько. Эмо не убрать изнутри, это навсегда. Вот. А Паша? Слушай, я не знаю, на самом деле, как бы никогда эмо себя не читали, но на самом деле мы здесь ради туса. Очень классный концерт, много приятных людей вокруг. И вот. Ну, я могу сказать, что мы всегда, вот сколько помню, мы всегда отнекивались от всех фестивалей. И даже когда Дима нам предложил сыграть, мы раз сто отказались, а на сто первые согласились. А что было ключевым вот этим переломным фактором? Ну, просто я сел, включил старые клипы. И спакнул. И понял, что нужно сыграть. Да нет, ну, просто мы подумали, на самом деле, наверное, в этом году нужно чего-то получить от людей. Дать им. И Дима предложил клевую вечерину. И мы решили в нее вписаться. Потому что, в принципе, если мы не являемся, наверное, в неком стиле, наверное, да, в таком прямом отношении к эмо-музыке, мы при этом вызываем много эмоций обычно. Ну, ассоциативно, да. Конечно, да. И плюс есть все равно бэкграунд. Я от него никуда, я никогда не отрекался. Есть бэкграунд. И да, пусть в этом году будет так. Тем более еще и в этом году, по-моему, 20 лет группе Оригами, да, Мам? Ну, там грознятся информации, ну, плюс-минус. 100 лет группе Оригами. И в этом году мы решили отметить день рождения группы Оригами 100 лет выступлением топ-диспла на Айма-фесте. Отлично. К разговору о сюрпризах. Вы там какие-то намекали, что могут быть какие-то сюрпризы. Могут быть. Сейчас уже можно сказать, потому что пока это смонтируется, уже все станет... Я вижу, кстати, у кого-то розовое ремень и черную гитару. Это ваше? Нет. Черный бас. Мы же, видишь, смотри на нас. Мы же как эти. Мы как хипстеры питерские. Сегодня, кстати, когда выходил из дома, выбирал он Вэнс надеться или Нью Бэлансы. Я вообще, я как бы и дома, когда одевался, и думал, в чем мне выступить, мне жена сказала, не Эмма, не Эмма, не Эмма. Ну, тут совсем с натяжкой, ладно, возьми вот эту футболку. Сегодня будет хороший сюрприз. Сюрприз, который Москва не слышала лет 8, наверное, в моем исполнении, а Питер не слышал лет 15, наверное. Сколько там я уже не в Оригаме. Короче, историческое событие. Короче, да, сегодня будет fucking shit. Мне кажется, что Москва, сейчас ты сказал, и я, видимо, был в прошлый раз, сколько, 8 лет назад ты сказал? Ну, вроде. Я был там, походу, это был план Б, мне кажется. Да, да, да. Реактивно. Да, его там была. Я даже был на сцене, когда это происходило. Было хорошо. В общем, я к тому, что да, мы сегодня сыграем, а вы уже, так как это смотрите потом, мы сыграли уже очень клевую песню, неизвестно, как мы ее сыграли. Вот, более того, самое для меня страшное, это, конечно, скримовые партии. Там главное начать, там уж все, само собой. Подумал. Я так, у меня такой план и есть в голове. Микрофон в зал, и пусть она льется, как льется. Я думаю, что у тебя тоже там все на подкорке сохранилось. Микрофон в зал, и пусть она льется. Микрофон в зал, и пусть она льется. Вы же, помимо всего прочего, записывали фиточек. Тогда там вот совместный трек был с Йеником, с Олегом из комнаты, и сказали, что в целом тоже вернулись на студии, что-то подписываете, об этом, может, скажите пару слов. Да, не так давно мы встретились с нашим супердругом Сашей Даниловым, который бывший наш гитарист и который записывал все наши релизы, и мы сейчас уже с Сашей полноценно спланировали запись там как минимум трех-четырех треков. Мы достали то, что у нас были старые демки, плюс у нас были наработки за последние несколько лет. Короче, сейчас однозначно за это лето мы что-то поделаем, потому что есть хорошее желание сделать хороший жирный сольник в Питере и в Москве. Я не знаю, это будет либо в конце лета, либо это будет в сентябре, в октябре. Ну, короче, это будет в этом году, и мы хотим, чтобы это был не просто сольник, а он еще и был подкреплен определенным релизом. Вот, и хотим, конечно, там ракешников дарить. То есть, ну, вот прямо чтобы, прямо без соплей. Крутилочку, драйва, дисторшн. Все ручки вправо, все голосовые связки вправо, Паша дисторшн свой врубит. Я тебя, по-моему, сильно ударил. Ну, ничего. Барабаны тоже немножко подгрузите, да? Короче, не, очень хотим, потому что какой-то, видимо, прошел момент, когда все посидели, позанимались своими делами. Сказал, посидели, я немножко не о том подумал. Ну, кто-то и посидел, вот. Я пока нет. Я частично. Вот. Короче, да, я думаю, что материал должен быть добротный, это будет такой хороший ракешник, но загадывать не будем, посмотрим. Отлично. Ну, а, кстати, последний раз, когда, давненько ли вы в Москву вообще ездили? Нет, мы в прошлом году играли в 16 тоннах, и прямо было шоколадно. Вы в этот раз на поезде добирались или как? Да. И как вы себя вели в поезде? Вы угорали, кутили или все сразу там в 10 вечера? Мы просто разнесли вообще весь поезд, особенно я. Я просто бегал голым по вагонам, вот эта вся вот эта тема. Я ехал с женой. Есть ли какие-то пруфы? Да я же ехал с женой отдельно вообще. Слушай, не, ехали все на поезде, но все было... Просто когда ездили тут вот прошлый раз год назад в Солярис там с ригами, они говорят, что они друг друга душили там занавесками какими-то... Мне просто было интересно, у вас как? Потому что они true эмо. Они максимально true. А я не знаю... Солярис, после этого пришлось распасться. Собраться и распасться. И в этот же день. Слушай, я не знаю, вы как доехали? Прекрасно. Ну, мы уже старые для этого дерьма. Вот и выпили, и все, да? И спать, да. Слушай, не, я добирался со своей женой, им прекрасно провели время до поезда в поезде. И вообще все было чудно. Сегодня с утра на Свежую Голову первый раз были на Воробьево горах. Дождик был? Короче, мы успели прокатиться на канатной дорожке. Посмотрели, как строится новый этот горнолыжный курорт. Блин, просто шедеврально. Попили винишко, потом попали под дождь, сходили на Водевичий монастырь. Короче, блин, максимально клево. А потом сейчас буквально накануне с пацанами ушли, просто набубахали, сейчас пьяные сидим, с тобой разговариваем и лыка не вяжем. И вообще не помним, что происходит, да? Я, да, привет, никто. Ну окей, пока в таком состоянии, надо выживать максимум тогда отсюда. У нас, короче, есть рубрика, номер сетоп, где мы обсуждаем всякие важные, любимые, крутые вещи. Вот. Раз ты говоришь, что ты смотришь канал, наверное, что-то видел. Вот даже в этой гримерке уже выпуска там 3-4 было снято в разное время. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Спасибо.